добрый день мои дорогие подписчики и гости моего канала я рад вас приветствовать у себя в гостях и сегодня мы с вами поговорим о моих продвижениях по вязанию моих готовых процессах о новых процессах и о том что у нас нового так ну начнем с юбочки предыдущие ролики я в описании оставлю начала про эту юбочкой рассказывать какой пряжи у нас будет вязаться как я буду ее вязать и что вообще себя представляет это пряжа так вот такая у нас юбочка решили юбочку как связать рюш не кокетку сейчас я покажу я из меня хороший художник но сейчас я покажу вот так вот она будет выглядеть и расскажем как мы начинали вязать начинали мы ее вязать на спицы номер 2 набирали 140 петель 140 петель и кликать правильно назад и как кому удобно так и называем вязала в круговую круговое это юбочка вяжется в круговую без швов без сшивания без всего вот набрала нас что 40 петель и провязала резиночки 2 на 2 6 сантиметров это кажется такая что но не держит форму я решила не слушаться производители вам рекомендуют троечку но я решила не послушаться и связать на спицы номер два так провязали мы значит резиночку 6 сантиметров перешли на лицевую гладь лицевой гладью мы провязали 10 сантиметров вот так вот лицевая гладь выглядит петли ложатся хорошо ровненько сейчас фокусируется вот пряжица вообще как бы так сказать красиво смотрится великолепного в исполнении тоже вы великолепно смотрится мне нравится я с такой пряжи работала но очень давно вот на дело чтоб заказчикам понравилось и значит провязали мы 10 сантиметров лицевой гладью перешли на выполнение вывязывание самой юбочки ешь в предыдущем в ролике я говорил что мы будем вывязывать 10 10 лицевых петель но девчонки это пряжа такая что ну как бы сказать пышная такая получается от 10 все-таки она форма то плохо держит вот видите вот видите пальчиками а видать что хоть и на двоечке связан и мы решили связать всего лишь рюш 8 петелек вывязать рюш и возьми из 8 петелек вот она тогда более-менее когда смотрится вот так вот будет ну посмотрим дальше как будет вязать если что распускать не вязать мы это хорошо умеем вот пряжа само изделие получается красиво смотрится пряжа не колется а кому здесь колодца здесь один процент металл металлизированной нити и 99 процентов акрила вот такие вот продвижение у нас по юбочки так она смотрится выглядит я снимаю уже когда при дневном свете невозможно снять ну постараюсь связать и показать вам как она будет в полном составе вы видите наша юбочка так на юбочке мы говорим пока ему скоро с тобой встретимся переходим к новому нашим процессу новый процесс это уже выполненный процесс шапочка тыковка вязала я ее из пряжи ализе земли салпу земли сал если правильно называть девочки мальчики то вяжет если неправильно называю пожалуйста простите меня и переправьте так пряжа состоит она из 95 процентов акрил и 5 процентов металлик 100 граммах 460 метров утрашу очень хорош даже вот если например из такой пряжи отвязать пончо или даже легкую как у кофточку будет смотреться великолепно так ну что расскажем как мы вязали эту шапочку эта шапочка связана на объем головы 54 сантиметра но она вот тоже видите растягивается вязалась а так не сказала что рекомендую производитель вязать на двоечки четверочки или крючок 1 3 мы взяли спицы 2 с половиной так вот вот эти петельки наши и так на объем 54 сантиметра головы я набрала 112 петель 111 петель неважно кто как назовет так и назовет вот провязала я 25 сантиметров резинкой 2 на 2 и начинала закрывать макушечку вот так вот макушечка закрыта смотрится все великолепно все хорошо макушечку я закрывала значит сейчас расскажем вот идет изнаночная дорожка из изнаночных петель мы ее закрыли первом ряду открытие простимен девочек первом ряду закрытие мы закрыли сначала 2 в 1 за провязали изнаночные 2 в 1 при зале лицевые не трогали прошли полностью круг второй ряд мы начали уже вот этот лицевую изнаночную и вот эту первую петлю лицевой мы их тоже соединили все в одно но смотрели чтобы петли лежали у нас красиво вот мы еще раз так круг прошли нас еще петлю боились потом мы уже стали вот эту лицу вот эти лицевые сторону вот эту лицевую и эту лицевую то есть у нас какая оставалась одна которым рабочая петля лицевая и который уже у нас работала скажем не рабочая скажем какая лицевая петля отдыхала она просто ничего роль не играла не управляла ничего она просто отдыхал мы взяли эту петлю которая дыхала и вот этот который для рабочей было мы их тоже соединили в одно вот у нас петли опять убавились вот прям видно как мы убавляли вот видите еще раз прошли по округу и стянули наши петли такая макушечка получилась я постараюсь ставят вставить видео если получится как эта шапочка смотрится и выглядит на модельки так номер я сказала да какой-то пряжа номер 114 ничего так пряжица мягкая мне нравится ну что теперь о новом процессе расскажем расскажу так новый процесс нам заказали для девочки принцессы который будет годик нам надо связать вот такой костюмчик это журнал не принесли ночью я хочу сказать в этом журнале не нашлось описание этого костюмчик посмотрели даже не знаю как этот журнал называется девчонки может вы знаете подскажите как он называется журнал 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 больше 20 лет как мы сказали вот такой процесс нам надо связать и мы мы же не создаем себе правой мы же не решаем проблему мы же и сами создаем или как там говорят мы не боимся проблемы сами создаем да так вот и мы мы все-таки разобрались как этот процесс твой как этот костюм очка вязать мы разобрались нас ничем не пугаешь и вот наша красавица кофта получается такой лист узор листики вот так вот он выглядит девчонки это и девчонки мальчишка вяжет и прям такая пряжа знаете вот как из далекого детства мороженое посыпанные разноцветной глазурью лазуря или даже не знаю как назвать или вот как раньше таких коробочках продавались и карамельки мампасе полу да назывались они разноцветные такие вот прям такая тоже вот и я мне почему-то сразу так подумал что это карамель такая пряжа это ализе шокерей это детская пряжа она гипераллергенная и состав ее так 100 граммов 320 метров рекомендуется и вязать спицами 24 вот 24 и номер этой пряжи номер где-то у нас есть вот 60 63 девчонки мальчишки кто вяжет это пряжа очень мягкая такая нежненькая такая мне очень нравится немножко расскажу о том как я начинала этот вязать процесс так набрала а и здесь здесь по отдельности связано то есть раздельное вязание я решила связать круговую все таки девочки годик будет чтоб не было никаких швов ничего не давила не терл я решила связать все в круговую будем вязать регланом снизу она брала я сто пятьдесят две петли привязав резиночку один к одному 4 сантиметру 4 сантиметра 4 сантиметра до сантиметра перешла на лицевую гладь вязание посредине переда узор листики надеемся что все будет хорошо что вы качестве понравится я фотография отравила где-то начинала вязать мне заказчик сказал красота вот девчонки прям нравится такая мягенькая пряжица красота девчонки не поверьте я вижу ее на одном дыхании потом не бывает такое что если нравится мне процесс вязания я его вижу на одном дыхании а если не нравится то вот я что-то откладываю как-то распускаю вижу распускаю вижу сейчас еще вот этот узор плохо видно то что не растянута ничего но модельки будет выглядеть великолепно так моделька будет выглядеть такие же нам надо связать бермуды я прям вообще вообще нравится это пряжа я вязала из такой пряжи шокерем и однотонных цветов и секционное окрашивание ну это прям как это вот такая вообще вот мир детства так ну что вот такое видео у нас получилось извиняюсь если я что-то неправильно объяснила что-то неправильно сказала прошу меня простить и понять всем ровных петель удачных процессов красивых удачных процессов мы с ангелочком говорим вам пока пока до новых встреч не забывайте подписываться на наш канал ставить нам лайки ставить нам дизлайки писать комментарии мы все прочтем на все ответим а а а а а а а а